Здравствуйте, в эфире Катерина Романова. Сегодня мы поговорим о жажде жизни с необычного ракурса, и снаружи, и изнутри, и от истоков, и с позиции свершения лет. Тема программы сегодня – «Бабье лето в жизни человека. Большие надежды и маленькие движения навстречу поколений». И мы также необычный гость для такой темы – молодой, успешный парень, креативный идеолог «Москреатив Клаб», идеолог и вдохновитель фестиваля для всех возрастов «Бабье лето» Игорь Намаконов. Здравствуйте, Игорь. Давайте начнем с вас. Давайте. Вы какой человек? Я очень жаждущий открытий человек. Ну вот как вы жаждете открытий? Ежеминутно, ежедневно, ежегодно? В чем проявляется эта жажда? Я думаю, она проявляется в бесконечных поисках и вопросах, которые я себе задаю. Связаны они с тем, какое место я занимаю в этой жизни, какие процессы вокруг меня происходят, с чем они связаны, как я могу на них повлиять. Мне безумно интересно смотреть на то, что происходит вокруг меня и оценивать, отслеживать те процессы, которые мне нравятся, в которые я хочу участвовать, и процессы, которые мне доставляют некий дискомфорт, и с которыми я хотел бы разобраться в позитивном смысле, добавить им какого-то нового смысла, добавить им какого-то нового уровня развития. То есть то, что я могу сделать с этим миром, повлиять на него. Вот это, наверное, такой поиск. Я немножко окунусь в вашу биографию для того, чтобы нашим слушателям было понятно, что вы за человек. По вашим регалиям все-таки в нашем обществе существует такая форма восприятия человека. И вот что я нашла о вас в интернете. Глобальная сеть рассказывает, что вы занимаетесь рекламной индустрией с 2000 года. Придя в это сообщество, вы добились очень быстрых успехов. Вы работали с такими клиентами, как Microsoft, Mercedes, Beeline, Look Oil. Что-то для них креативили. Но кроме этого у вас был проект, в котором вы выступали в качестве продюсера. Это «Осторожно злая собака Озон», которая получила Каннского льва. Да, все верно. В 2008 году, набравшись, видимо, за эти продолжительные восемь креативных лет вашей жизни в IQ-маркетинг, правильно я понимаю? Было такое. Да, вы открыли собственное агентство вместе с партнером Евгением Шуршиковым. И там до сих пор работаете, это «Москреативклаб». Что было интересного в этом агентстве? Это крупные компании, которые использовали передовые технологии вовлечения аудитории. Вот что это такое за передовые технологии вовлечения аудитории? Очень коротко расскажите нам. Коротко, если говорить о предыдущем опыте с 2000-го, то попадание в рекламную индустрию произошло совершенно не случайно, наверное, потому что активно шел процесс потребления в нашей стране. Это все нуждалось в моторике, нуждалось в огромном количестве кадров, которые были задействованы в этой индустрии. И меня из журналистики туда перетащили достаточно быстро, потому что там просто были деньги больше. А дальше начался процесс, связанный все-таки с самоопределением, деньги деньгами, но делать надо то, что приносит удовольствие как минимум, как максимум, смысл и пользу. И тогда, собственно, начались вот эти вот передвижения, поиски того, где это можно делать. И агентство, в которое я попал, собственно, наиболее этому отражало, поскольку достаточно новый был подход. Ну, если не вдаваться в подробности, то все так на поверхности коснуться бизнес-среды в рекламе, то есть компании, которые на постоянной основе занимаются длинным таким рутинным обслуживанием. А есть компании, которые ищут постоянно какие-то новые свершения, открытия, занимаются разовыми проектами, которые доставляют безумный дискомфорт, потому что они сложно продаются, сложно делаются. Но они все делаются такими невероятными, что, конечно же, после этого безумное вдохновение приходит. И вот, собственно, в таком агентстве я и оказался. А именно поэтому оно и получило золотых львов первым в России. И дальше уже просто не остановиться было, потому что один раз, встав на какую-то тропочку, пройдя по ней длинный путь, становится понятно, что нужно идти дальше, иначе возвращаться будет совершенно еще грустнее. И, собственно, то, что происходило дальше, это поиск своего места уже как самостоятельный предприниматель. Здесь как раз и появилась новая компания, Most Creative Club, и с ней мы уже как раз как руководители создаем эти проекты, которые, на мой взгляд, совершенно по-новому дают многим нашим клиентам увидеть, что они могут сделать. Как они могут по-другому общаться со своими клиентами, потребителями, аудиторией. Ну, все по-разному это называют. Ну, если совсем уж терминами целевой аудитории. Ну, вот уже буквально через два года от старта вашего совместного собственного проекта агентство Most Creative Club вошло в топ-5 лучших креативных агентств России и получило награды с фестивалей, таких как Белый квадрат, Киевский международный фестиваль рекламы, Apple Mix Idea и так далее. Вот как случилось, что в таком юном, в общем-то, состоянии для признания вы вошли на пьедестал? Я могу сказать, что просто понимание технологии. В индустрии, да в любом деле, есть правила достижения конкретных целей. Вы можете заниматься зарабатыванием денег, вы можете заниматься созданием своего имени, строительством этого имени, вы можете зарабатывать себе рейтинг, можете все это одновременно делать, просто это достаточно сложно. И в рекламе это особенно ярко выражено, что касается рейтингов и определенных мест, то это часто достаточно четкий, высчитываемый процесс, что нужно сделать, чтобы там или на каком-то конкретном месте оказаться. Для этого, конечно же, нужно очень сильно много работать, но, тем не менее, определяется все это действие конкретной целью, целью встать в рейтинг. И в какой-то момент эта цель была, мы ее достигли. Не могу сказать, что эта цель у нас постоянная, именно поэтому мы скачем то в рейтинге, то не в рейтинге. Но при этом неизбежным остается одно, это как раз те дела, которые мы совершаем. И я, наверное, именно поэтому определяю, собственно, насколько интересно мне это дело или неинтересно. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, оно мне потому и интересно, что оно для меня формулируется не рейтингами, оно формулируется для меня смыслами. И вот эти смыслы, они, конечно же, толкают гораздо сильнее, чем пятое место. Ну и хорошо, и о делах. Давайте поговорим тогда о конкретном деле. Вот фестиваль, который вы придумали, и который завтра в Нескучном саду в Москве возьмет свое начало и должен завершиться какой-то совокупностью эмоций, впечатлений, которые должны оставить след. Вот что это за фестиваль «Бабье лето»? Какая идея этого фестиваля? Очень большой вопрос. «Бабье лето» по формату фестиваль-прогулка. Удачное сочетание с неделей, на которой объявлен день без автомобилей, но это случилось интуитивно. Тем не менее, мы-то как раз прогулку не против или не вместо автомобилей предлагаем, а мы ее предлагаем как формат совместного досуга для аудитории определенной. Этой аудиторией являемся я, вы, наши друзья, то есть взрослые люди, у которых есть родители. И весь смысл, наверное, фестиваля выражается в слогане, который мы сформулировали. Звучит очень просто. «Приходите с родителями». Это тема, которая, на мой взгляд, наиболее остро сегодня встает в разных дискуссиях. Это то, какая есть культура поведения, взаимодействия со старшим поколением, с теми людьми, которые близки нам, просто потому что... Близки по крови, просто потому что они наши родственники, близки нам, потому что мы являемся их последователями. И ведь фестиваль направлен именно на создание среды для того, чтобы мы могли бы очень комфортно и, самое главное, на постоянной основе начать общаться со своими родителями. Это главная тема, которая определила дальше и формат, и контент, собственно, набор активности, который мы придумали, разработали. И, собственно, миссия, философия, которая впоследствии формулировалась достаточно легко и быстро. Но вот эта миссия и философия, она же не возникает на ровном месте. То есть вы что, наелись наградами? Вас не хватает креатива в рабочей жизни? Или для чего вообще этот проект? Что вы хотите им сказать? Зачем это вам? Есть у меня одна хорошая знакомая, которая сказала, что любое дело, любой проект — это всегда человек. И я думаю, что в этом проекте точно так же. Это очень близкая мне тема, очень близкие мне вопросы, которые я, именно отталкиваясь от своего вечного вопроса, как повлиять на окружение, эти вопросы во мне возникали, возникают, и они связаны с тем, как я лично общаюсь со своими родителями. Какие у меня с ними отношения. Ну, могу сказать, что у меня нету, что называется, традиции, культуры, постоянного с ними времяпрепровождения. Хотя я очень сильно болею такой темой, как семья в самом широком смысле, даже, наверное, можно в качестве примера привести фильм «Крестный отец» вот в таком формате семья, как некие поколения, которые находятся в одном месте, взаимодействуют, что-то делают и, самое главное, передают вот эту традицию тем, кто за ними приходит. Вот, собственно, вот эта болезнь, с одной стороны, темой связанной с поколениями в одной семье, и с другой стороны... Это нехватка этого в современной жизни? Вот, это нехватка, конечно же. Это определенная, ну, что ли, проблема, которая так или иначе в разных местах возникала. То есть я сталкиваюсь с людьми, с своими друзьями, знакомыми, с которыми, тем не менее, помимо дел, вопросов, бизнеса, мы обсуждаем и то, как мы общаемся со своими родителями. Просто так это возникает иногда, да, какие-то вопросы. И очень много тем внутри этого вопроса связано как раз с тем, что у кого-то совершенно культуры нет, у кого-то отношения плохие, никто не гордился и не хвалился тем, что у него прекрасные отношения с родителями, что он постоянно с ними общается, они проводят досуг и так далее. Этого и неудивительно, потому что просто нету для этого условий. И когда вот это все накапливалось, накапливалось долгое время, потому что этот вопрос, естественно, не возникал в голове моей, не возник он случайно, он накапливался с течением времени, я как человек, который мыслит проектами, человек, который мыслит конкретными делами, я понял, что это можно превратить в полезное дело. И нужно сказать, что ввиду того, что не существуют среды, условий для того, чтобы эти проекты для родителей, для взаимодействия поколений создавались легко, вот этот проект создавался совсем непросто, хотя огромное количество партнеров мы нашли очень быстро, поскольку тема близка каждому, с кем бы мы ни заговаривали. Вот это попадание в точку? Я думаю, что это просто тема, которая природой в нас заложена, взаимоотношения со своими родителями. Это те люди, которых мы не выбираем, совершенно точно. Они нам даются один раз, и дальше вопрос только в том, что мы делаем с ними. Мы с ними находимся в тесном контакте, мы с ними совершенно не в контакте, и мы живем порознь. И вот эти вопросы так или иначе в жизни каждого человека встают совершенно четко, ярко, ясно. Кто-то на этом делает целую, там, свою творческую карьеру, как, например, Тарковский, Андрей Тарковский, который темой всего его творчества всегда было это возвращение блудного сына. А у меня нет такой темы, но у меня есть этот вопрос, как мне со своими просто родителями провести досуг. Я когда-то и, наверное, достаточно эффективно придумывал разные поводы, где нам вместе оказаться, что нам вместе сделать, но это все носит достаточно такой характер непостоянный. Это может происходить раз в полгода, раз в три месяца. А хотелось бы гораздо больше, интереснее, и, наверное, это вот шаг в эту сторону. Посмотрим, что из этого получится в рамках, ну, что ли, такого создания полноценной среды, потому что мало ежегодного фестиваля. Ну вот о фестивале, о самом и его программе, и его участниках мы поговорим после перерыва. Со мной в студии Игорь Номаконов, креативный продюсер «Мост Креатив Клаб». Добрый вечер, в студии Екатерина Романова. И мы сегодня снова говорим о жажде жизни, но о такой жажде, которой не привыкли, наверное, говорить в повседневности. Тема сегодняшней программы «Бабье лето в жизни человека. Большие надежды и маленькие движения навстречу поколений». Рядом со мной Игорь Номаконов, креативный идеолог «Мост Креатив Клаб», идеолог и вдохновитель фестиваля прогулки «Бабье лето», который состоится завтра в Нескучном саду. В эту субботу дети, родители и, наверное, не одно поколение друг с другом могут найти себе занятия на этом фестивале. Что из себя представляет этот фестиваль? Какая программа в него заложена? Вы, главное, сказали, что это фестиваль-прогулка. То есть вы должны идти по какому-то маршруту определенному совершенно. И по ходу этого маршрута вам будут встречаться различные активности. Ну вот если мы начнем эту прогулку вот так вот в эфире, то если вы будете заходить с Ленинского проспекта, то вы попадете сразу на территорию ретроавтомобилей. Выставка, которая позволит вам погрузиться в атмосферу автомобилей разных времен. И это своего рода тоже образ, тема, которая очень четко... Те самые мостики между поколениями. Мостики между поколениями, определенная культура, которая теряется, потому что на улицах мы видим только современный дизайн. Есть достаточно четкие различные зоны, в которых размещены активности, позволяющие вовлечься разным поколениям. И от 20 до 50, и от 50 до бесконечности. Нужно сказать, что это первый фестиваль после реконструкции в Нескучном саду, поэтому мы активно задействуем все существующие там площадки. Это библиотека, это шахматный домик прекрасный, нового дизайна. Это ротонда 800-летия Москвы. Все они выглядят прекрасно, они все находятся в невероятной зеленой зоне. Нужно сказать, что Нескучный сад — это природоохранная территория. Поэтому создать и устроить там активности в рамках фестиваля было достаточно сложно, поскольку ничего нельзя не строить, не втыкать в земли. Не трогать вообще. Не трогать. Все там деревья исключительно обматываются, ничего к ним не прибивается. Поэтому это тут редкий случай, когда вы находитесь вместе исключительно с заботой об окружающей среде. Поэтому там энергетика, атмосфера исключительно позитивная. И вот в этой атмосфере в шахматном павильоне удастся с 12 часов до 7 часов вечера, с 12 до 19, послушать массу различных интересных тем, связанных с поколениями, связанных с возрастами различными. Начнем мы с лекции про доступный интернет для старшего поколения. Достаточно интересная тема. То есть интернет, который, наверное, будет полезен. Интернет как тема, которую, естественно, будет удобно, если вы будете без родителей, передать впоследствии своим родителям, чтобы они не боялись больше этого. А если вы с родителями, то прямо на месте получите брошюру и получите достаточно четкие рекомендации от Гугла, как дальше себя вести. Без сына. Не звонить ему, не спрашивать, на какую кнопку нажать. Не узнавать, как вбить логин или пароль в почте. Там все это объяснено. Это решает достаточно много вопросов, которые возникают периодически у детей и родителей. У нас будет достаточно большой блок, связан он с возрастом счастья. Это проект Владимира Яковлева, и он будет читать свой прекрасный семинар про то, как жить в радости во все возраста. И вот у нас есть как раз его комментарий, он сам может представить свой блок. Ой, прекрасно. В идее того, что жизнь после 50, после 60, после 70 заканчивается, это абсолютно неправда. Это стереотип, который уже сегодня совершенно не соответствует реальному. После 50 начинается прекрасный, наверное, лучший в жизни человека период. Вполне может быть достаточно энергии для того, чтобы опыт применить и стать в жизни счастливым. Поэтому жизнь после 50, после 60 активная, яркая, она не просто возможна. Она возможна по качеству намного выше, чем она была до этого. Жить дальше и меняться, и развиваться. И те люди, которые это делают, они действительно проживают после 50, 30, 40, 10 лет очень яркой, очень активной, очень полной жизнью. Вот такое мнение. И, в общем-то, об этом пойдет лекция. Семинар в Яковлево именно об этом. Но это безумно интересно слушать любому человеку в любом возрасте, потому что так или иначе нас всех ждет высокий возраст. Так я называю теперь людей после 50, люди высокого возраста. Нас ждет этот возраст, и нам нужно понимать, что там, собственно, происходит, как там нужно себя вести. Поскольку есть достаточно четкий набор стереотипов, это такие совершенно четкие, ясные образы, как генетическая старость, пенсия и так далее. А есть такие, как, собственно, Владимир Яковлев заглажил в своем проекте, это радость, счастье, самоопределение, новый виток развития. И вот как это все происходит, как к этому прийти, с каким сознанием нужно быть, с какой мотивацией, что вообще нужно себе сказать, что сделать. Вот он расскажет, и самое главное, расскажет это не образно, а на конкретных примерах. Потому что его тема возникла именно потому, что он сам переступил этот порог 50 лет, и он задался вопросом, а что теперь? Да, несмотря на свою успешную достаточно карьеру, достаточно успешный путь в журналистике, как человек, он все равно... Для тех, кто не знает, я добавлю, что Владимир Яковлев — это основатель издательского дома «Коммерсант», это основатель СНОБа и многих других проектов, в которых он проявлял себя как журналист и организатор. А вот «Возраст счастья» — это такой противоположный его проект, в котором он как раз пытается разобраться в сути поколений. Да, и он отправился после 50 путешествовать по миру, имея такую возможность. Он посетил достаточно много стран, где встречался с людьми исключительно за 50, за 60, до 100 и выше даже, 102-104 года. И со всеми этими людьми он вступал в контакт, задавал им вопросы, в результате получил достаточно интересную выборку героев, у которых есть совершенно четкие правила поведения в жизни. И эти правила им обеспечили совершенно новый виток развития. Кто-то стал после 60 диджеем... Как, например, Рут Флауэрс. Рут Флауэрс, да. После смерти мужа как раз она пришла к этому осознанию. Кто-то в 60 начал ездить на коньках профессионально, кто-то начал заниматься танцами. И самое главное не просто потому, что это дало ему досуг и дало новые контакты, новые общения, а позволило избавиться от болезни. Это как вот Валентин Бадич. Кстати, его можно увидеть на нашем постере, который на парке Горького сейчас висит, на входе в парк Горького. И, собственно, Валентин Бадич именно тот герой в нашем обществе, который показывает, как можно по-другому свою жизнь построить. Потому что он в какой-то момент после 50 столкнулся с совершенно четким диагнозом, что у вас рак тазовых костей. И, в общем-то, дальше после этого, что только операция, как обычно у нас бывает. Он сказал, что я этого делать не буду и пошел танцевать. Я ни во что не верю и пошел двигаться. Да, 20 лет танцует, ни рака, ни болезни, ни операций. Это прекрасно. И вот про все про это Владимир расскажет гораздо ярче и более подробно, поскольку он этот проект создал. И семинар будет продолжаться 3 часа. Поэтому с 3 до 6 совершенно четко надо быть, поскольку он приезжает исключительно на свои семинары в Россию. И здесь он будет его делать ко всему еще бесплатно. Поэтому пропустить это невозможно. Ну, раз уж вы коснулись этой темы бесплатно, это вообще суть этого фестиваля? Бесплатно? Да. Нет, это не суть. Я думаю, что это условие первого проекта. Это проект для вас коммерческий? В данном случае нет. Совершенно не коммерческий. Это проект для нас важный по смыслу, по сути. То, как мы решили вопрос финансовый, я ставлю за кадром. Извините, пусть это будет так. Для нас сегодня самое главное, чтобы он состоялся, потому что он задает совершенно новую тему. В обществе он создает прецедент, и его нужно развивать. Мы благодарны, что есть такой проект, как мы уже говорили, «Возраст счастья», поскольку он родил героев. И я думаю, что он для нас являлся в некотором смысле вдохновением. Есть, собственно, возраст счастья, есть бабье лето. И мы все на разных территориях направлены на то, чтобы укреплять связь и создавать совершенно новые смыслы, которые находятся за пределами сегодня у молодого поколения. Вот там за 50, за 60, что там происходит, как с этими людьми общаться, о чем они думают. И нам, как фестивалю, как раз интересно эту связь создавать и думать о том, что, собственно, мы позволим себе в первую очередь, потому что, как я сказал, любой проект диктуется теми, кто его делает. И теми, кто рядом с нами такими же мыслями, с такими же вопросами, улучшить, повысить качество отношений со своим старшим поколением. Вот вы подошли как раз к такому моменту, когда мне хотелось бы более подробно у вас выяснить, наверное. Вот восприятие общества в данном случае, оно помогает вам или его нет в этой теме? Нет восприятия общества людей в возрасте, как людей, которые могут делать то, чего не принимает общество. Что-то для самовыражения, что-то отличное от других. Если я правильно понял сейчас тему, которую вы хотите затронуть, это что происходит сейчас и мешает это или помогает нам создавать фестиваль, создавать среду? Да, потому что мало собрать на фестиваль семьи. Насколько я понимаю, вы этим фестивалем хотите рассказать людям о той важности этого взаимодействия, о той важности восприятия общества таких людей. Ведь не просто там люди и кейсы. Вот такие примеры, вот такие люди, которые вылечили себя, которые марафоны бегают в нежном возрасте под сто. Что-то продуцируют, какие-то идеи, какие-то проекты реализовывают. Это же не просто для того, чтобы показать этих людей, вот они и есть, посмотрите на них. Иначе это была бы просто выставка, если так совсем грубая, выставка пенсионеров. Нет, конечно. Но давайте посмотрим на тот фон, который вокруг нас. Сегодня достаточно мощно развивается культура досуга в парках. Она просто налицо. Развитие парка Горького, Нескучного и огромного количества парков в Москве создало совершенно новую форму досуга. Выходить на улицу, проводить время. Но кто туда выходит? Традиционная формулировка «семья» так или иначе сталкивается с конкретным значением этого понятия. Семья сегодня — это родители с детьми. Дети маленькие, с которыми можно пойти погулять, покататься, поесть мороженое и так далее. На этой территории, на этом пространстве появилось огромное количество фестивалей. Очень много. Они все в разной степени вовлекают родителей с детишками в процессы, которые позволяют им укреплять связи, создавать совершенно новые формы взаимодействия, дают возможность заниматься совместным творчеством. Это все, естественно, очень влияет на дальнейшие их отношения, создает какую-то новую культуру их отношений. Но вот этот процесс, на мой взгляд, вот он сегодня достаточно велик, мощен, и это то, что, на мой взгляд, прекрасно, и то, что уже, наверное, не стоит трогать. И вопрос только в том, вот помимо детей, что еще из себя представляет семья? И для меня, наверное, наиболее остро здесь стоит вопрос, это как раз вопрос взаимоотношений, взаимопонимания между старшими поколениями в семье. Потому что вот детишки, они так или иначе создают условия для того, чтобы гораздо быстрее родители с ними вступали в контакт, просто потому что они очень восприимчивые, необидчивые, легко соглашаются на все, что угодно. А вы попробуйте с своим родителем договориться что-либо сделать. Попробуйте с ним сходить. Особенно поиграть. Поиграть тем более, отправиться в какие-нибудь путешествия, сделать что-то совместное. Мы не говорим про дачу, мы говорим про какие-то другие действия, которые в нашей культуре, в нашем досуге просто отсутствуют. И вы ничего этого не сделаете, потому что, во-первых, их нужно придумать, то есть самому себя на что-то накачать и сделать. Во-вторых, нужно еще раскачать своего родителя, потому что ему нужно объяснить, зачем это надо. В первую очередь раскачать, наверное. И мы когда изучали вопрос, связанный с тем, как происходят перемены в сознании, в понимании старшего поколения в сторону каких-то новых действий, в сторону просто какого-то шага к новому, мы поняли, что до этих людей, до старшего поколения достучаться довольно сложно, потому что они уже знают, чего хотят. Они прожили достаточно долгую, насыщенную жизнь, и они видели разное, и они понимают, чего стоит то или иное действие. Они понимают цену каждому своему шагу, и поэтому для многих есть набор ценностей, это вот, собственно, пойти куда-нибудь поработать, провести время с друзьями со старыми, съездить на дачу, посмотреть новости, если совсем до бытового. И это такой круг, внутри которого они существуют до самых последних своих дней. В этот круг единственный, кто имеет возможность зайти все-таки и что-то там чуть-чуть пошебуршить, чуть-чуть поменять, это дети. Но это дети не те маленькие, которые, собственно, сегодня... Не внуки. Не внуки, да. А это те дети, которые, вот, собственно, вот следующее поколение вниз. И вопрос только в том, что эти дети делают это или не делают. Поэтому мы в рамках фестиваля исключительно ориентируемся на то, чтобы именно дети заинтересовались в том, чтобы прийти со своими родителями. Родители, к сожалению, очень, ну, скажем так, с классическим видением досуга. И в этом смысле дети гораздо более подвижные, гораздо с большим удовольствием ходят на фестивали, на различные мероприятия. И вопрос только в том, чтобы эти дети поняли, зачем им и их родителям это нужно. И вот этот вопрос как раз весь у нас отражается в фестивале, в контенте фестиваля. Мы можем, кстати, еще чуть-чуть рассказать, что там будет происходить. Мы будем с самого, там, с 12 часов самого начала фестиваля проводить танцевальный марафон. Каждый час у нас будет мастер-класс от рокобилов. Это безумно увлекательно, потому что это джайв рок-н-ролл. Это все ярко, весело в костюмах. Плюс ко всему лучшие танцоры, самые яркие, самые выносливые будут получать каждый час у нас подарки. И специально в рамках фестиваля на танцевальной площадке у нас будет презентация первого нового альбома. Называется он «Мелодия Парка Горького». Мы его вместе со студией «Мелодия» будем презентовать. И он был записан буквально несколько недель назад. И это, по сути, его презентация. Здесь можно будет точно так же его получить. Это безумно яркие, интересные композиции разных времен. И они создадут незабываемую атмосферу, энергетику, тему, которая останется с людьми надолго. Есть возможность совместно провести игры. Ведь поиграть тоже можно старшим поколениям очень интересно и эффективно. На какие это были? Была такая штука, называлась она на электронике «Волк и яйца». Может быть, помните? Да, советская увлекательная игра. Она у нас есть в офлайн-формате, в виде огромной инсталляции, где курочки и яички можно потрогать. И самое главное, что на место того, кто запускает яйца, может стать родитель. На место того, кто эти яйца ловит, может стать взрослый ребёнок, сын или дочь, и эти яйца попытаться поймать. То есть это семейная игра? Это семейная игра. Есть прекрасная игра. Она безумно раскрывает весь потенциал, который есть в каждом. Она называется «оралки». Мы её называем, ещё так позиционируем, формулируем как игру, в которой можно покричать без последствий, при том на родителя. Поскольку вы орёте не на родителя, а вы орёте с родителем, и кто громче кричит, тот, собственно, имеет возможность получить больше баллов. Это тоже безумно увлекательная интерактивная штука. Ну, для тех, кто помнит или хотел бы вспомнить, какие из себя игровые автоматы прошло, мы привозим из Музея советских игровых автоматов прямо на аллею, в Нескучный сад, несколько таких автоматов. Можно будет точно так же насладиться вот этим вот двухмерным изображением и прекрасными интерактивами прямо под свисающими на вас листвой. Что ещё можно будет сделать на фестивале «Прогулки бабьи лета», мы узнаем через пару минут. А рядом со мной Игорь Намаконов, идеолог и родитель этого фестиваля. Добрый вечер. В студии Екатерина Романова и Игорь Намаконов. Игорь – идеолог и создатель фестиваля «Прогулки бабьи лета». О котором мы сегодня и рассказываем. И важная часть этого рассказа состоит в том, что, пожалуй, только с годами понимаешь, какую ценность имеют взаимоотношения поколений в семье. И насколько важно дорожить каждую минуту, проведённую вместе, пока есть на это время. Об этом и с этой идеологией мы говорим с Игорем про мероприятие, которое состоится завтра в Нескучном саду. И это фестиваль «Бабьи лета». Вот мы поговорили о том, что там будет лекции, о том, что там будут разные интерактивные возможности в качестве игр, в качестве танцевальных каких-то движений, знакомство с музыкальным контентом. Что ещё вы заложили в программу фестиваля? Полезные активности, такие как оздоровительная гимнастика, экскурсии по Нескучному саду. Для тех, кто хотел бы познакомиться с тем, что из себя представляет вообще эта территория. Есть совершенно тоже прекрасный, на мой взгляд, проект под открытым небом, который будет представлен Ольгой Бакери. Называется он «Прогулка с врачом». Но самое главное, что здесь это проект, который позволяет нам не просто что-то про себя узнать, а возможность прогуляться и компетентно получить комментарий от человека, который уже во втором или в третьем поколении занимается вопросами здоровья. Вот у нас есть как раз мнение Ольги Бакери об этом процессе. Эта идея появилась благодаря тому, что я пообщалась со своими западными специалистами, которые выходят на прогулку буквально еженедельно и призывают к этому своих не только пациентов, но и всех людей, которые их окружают. Дело в том, что прогулки – это один из самых эффективных способов поддержания здоровья в любом возрасте. На наших мероприятиях мы также читаем лекции, которые посвящены сердечно-сосудистым заболеваниям и их профилактике. Кроме того, у нас всегда присутствует несколько кардиологов, которые измеряют артериальное давление, сахар, крови, дают рекомендации. Люди встречаются и общаются между собой, потому что фактор депрессии, он тоже очень важен в развитии не только сердечно-сосудистых, но и любых других соматических заболеваний. Я добавлю, что Ольга Бакерия, она не просто кардиолог, она еще главный научный сотрудник центра имени Бакулева, и известная ее фамилия говорит о том, что из поколения в поколение они как раз и передают эти знания, эти умения и эту информацию, которая так ценна нам. Поэтому вы получите еще и профессиональную консультацию. Яркий пример совершенно, да, того, как поколения в семье передают друг другу и знания, и при этом они еще очень эффективно взаимодействуют между собой. Как раз ее отец Лео Бакерия передал ей знания, которые послужили поводом для создания ее персонального проекта «Прогулка с врачом». Что интересно, конечно, гуляя по нескучному саду, есть всякие неожиданности, такие как, например, скамейка с психологом, то есть вы совершенно неожиданно можете подсесть к человеку, и он вам даст профессиональную психологическую консультацию, если вдруг вы не понимаете... То есть они как шпионы будут на лавочках сидеть. Как вам с родителями своим общаться? Я особенно призываю всех, кто завтра придет, признаваться в любви своим родителям, и мы для этого делаем точно так же условия. Мы ставим на протяжении трассы, на протяжении маршрута Бабьего лета в Нескучном саду специальные мегафоны признания в любви. Каждый может подойти к нему и публично, на всю, что называется, округу... На весь Нескучный сад. Ну, насколько это позволит мегафон, да, на какую-то часть Нескучного сада признаться в любви или, по крайней мере, что-то сказать теплое своему родителю, маме, папе, и я думаю, это как минимум вот тот самый, тот самый новые какие-то традиции заложит в досуге поколений. Вообще признаваться в любви — это достаточно трепетно и достаточно сложно. Да. Как вы думаете, насколько много будет таких желающих? Гипотетически. Я думаю, что если хотя бы один признается, это уже будет большое дело, потому что тот, кто признается, конечно, завершает большой шаг, но он ведь ко всему еще дает пример. И это ведь тоже важный момент, кто смотрит, кто слышит, потому что подойти к этому действию — это один момент. А вот просто оказаться на территории, на которой в принципе это происходит, это другое. И мне кажется, вот именно примером своим мы будем заражать всех, кто туда будет приходить. Ну я хочу немного помочь вам в этом действии. Радиостанция «Финам-ФМ», поскольку мы являемся информационным партнером вашего фестиваля. Спасибо вам за это. Мы хотим, чтобы эти признания прозвучали и в эфире, также еще на дополнительную аудиторию, которая поможет вам эту идеологию развивать в нашем сообществе. И если таковые люди у нас появятся на территории Нескучного сада, то кто-то из них, может быть, все появятся и в эфире радиостанции. Да, признавайтесь любви креативно, и вы попадете на «Финам-ФМ». Это правда. Итак, что же все-таки родители? Почему именно родители стали идейной задачей? Почему именно через наш возраст, через средний возраст, через поколение, которое может выстроить это взаимодействие, вы решили достучаться до возраста счастья? Ну, я говорил о том, что наши родители, старшее поколение, живут по несколько другим законам, по несколько другим правилам. Это не мои домыслы, доводы. Это результат долгих действий, общения с психологами, общения с людьми, которые занимаются стратегиями, изучением аудиторий. Мы пришли к выводу, совершенно четкому осознанию, что старшее поколение живет, как я сказал, внутри определенного круга, который они сформировали благодаря существующим у них знаниям. И этот круг – это как стена, внутри которой они чувствуют себя комфортно и безумно неудобно им выходить за территорию этой стены. Я думаю, каждый, у кого есть родитель, которому 60-70, прекрасно это понимает. Например, когда он им звонит своим родителям и предлагает прямо здесь и сейчас сорваться куда-нибудь, поехать, что-нибудь вместе поделать. Очень маленький процент людей за 50-60 резко тут же подрывается и куда-то едет, потому что у них уже есть свои планы, есть свои дела, и они скажут, что извини, сынок, дочка. Мне надо суп сварить. У меня есть, да, у меня есть планы, дела, у меня дача, суп, мне нужно посмотреть передачу, и я вообще уже договорилась много чего сделать, и никто никуда не едет. Поэтому вы должны заранее долго планировать и так далее. Это делают дети, а теперь представьте, что если это будет делать кто-нибудь совершенно не связанный с этими, никакими узами, с этими людьми. То есть мы, например, как организаторы фестиваля сразу будем им говорить, а приходите вы к нам. Я думаю, что мы должны сформировать достаточно такой мощный авторитет фестивалю и создать полноценную среду, чтобы время за нас говорило, что мы не на один день пришли, а мы действительно занимаемся развитием отношений, чтобы нам это поколение поверило. Вот до тех пор, пока это не случилось, мы будем к ним стучаться через их детей, которые гораздо гибче, веселее, быстрее реагируют на изменения. И, конечно же, они очень сильно заинтересованы в том, чтобы их родители развивались и проводили время качественно. Это еще очень важный аспект, то, что эти родители, они воспринимают себя, человека как самая себя воспринимают уже в некоторых стереотипах, которые формируются в нашей стране. Да. Вы говорите про пенсию? Я говорю про пенсию. Я говорю про тех, кому за 60, куда уж там, за 45 трудоустроиться на работу уже становится сложно. Да. А что говорить о восприятии пожилого возраста? Это обязательно больной человек. Это обязательно человек немощный. Это вы сейчас про стереотипы? Это я про стереотипы. Это человек, который ничего не может, уже ничего не хочет, уже устал от жизни и вообще не надо ему ничего. Пусть он сидит в своих валенках или в теплых тапочках дома под пледом и смотрит телевизор. Отработанный ресурс. Отработанный ресурс. Вот как в этом случае изменить в обществе, в самом обществе восприятие к человеку возрастному как к человеку, который способен и танцевать, и бегать на марафонные дистанции, и ходить на фестивали, и при этом коммуницировать не друг с другом, как, извините меня за такое название, старик со стариком, потому что в данном контексте мы рассматриваем возраст совсем... В нашем лексиконе нет таких понятий. Да, совсем другими понятиями, совершенно верно. Поэтому вот как сломать вот эти стены? Я думаю, сам факт появления такого фестиваля говорит о неком запросе, да? Мы делаем это не потому, что нам это хочется сделать. Общество созрело? Я думаю, что появилась критическая масса людей, которые хотят и очень активны в том, что занимаются досугом своих родителей. Это вот есть конкретно такие люди. Я один из них. Мои друзья точно так же многие занимаются досугом своих родителей. И с другой стороны, есть момент, связанный с тем, что молодое поколение или, скажем так, средний возраст и молодой возраст – это та аудитория, которая уже отрабатывает свой ресурс во многом, в разных сферах. В рекламе это особенно заметно. Потому что бесконечно одним и тем же аудиториям рассказывать, как по-новому они могут построить свою жизнь, чего они могут нового купить, куда они могут по-новому съездить – это все уже превращается в какую-то глупость. И бренды, в частности, бренды, если мы говорим о рынке, они ищут выход на аудиторию старшую. Это вот заметно. Это заметно. И я думаю, что то, что парк, например, Горького говорит «мы парк для всех», он точно так же ориентируется на совершенно разные аудитории. Но насколько часто вы можете заметить в парке Горького, например, самый популярный парк в городе и в стране, людей, которые явно старше 60-70, они гуляют, они чем-то занимаются, катаются на велосипедах. Очень мало. Очень мало. Потому что молодых очень много, наверное, с одной стороны. Но я не думаю, что молодые в данном случае вытесняют более возрастные категории. Нет культуры. Нет культуры. Я могу сказать, что у большого количества моих друзей, когда мы говорим о том, чтобы просто пригласить родителей в парк... Пройтись пешком. Пройтись пешком. Ну вот именно в парк Горького. Они сталкиваются с проблемой. Родители не идут в парк Горького. Просто потому что они не знают, чего они там будут делать. Понимаете? И это то, что сегодня обсуждается в моих кругах. То, что я слышу в очередях. Я думаю, что вот растет эта критическая масса. И так или иначе, именно запрос общества переломит ситуацию. Он происходит, не знаю по каким законам. Я этим не хочу заниматься. Он просто происходит. В какой-то момент люди перестали интересоваться алкоголем или клубами. Им захотелось вместе сидеть в парке, кормить уток. И появились парки. Потому что стало заметно, что люди... Люди собираются. Люди собираются. Им хочется культурного какого-то досуга. Убрали все эти аттракционы. При том, что когда мы с парком Горького прогуливались по набережной, один из дирекции, собственно, с кем мы разговаривали, спрашивает у меня, а вы помните, когда здесь аттракционы стояли? Я говорю, ну, наверное, лет пять назад, шесть. Нет, два года назад. А кажется, уже так давно. А кажется, что очень давно. Вот это хорошее, оно очень быстро приживается. Вот только делать нужно. Нужно это хорошее создавать. Я думаю, что вот какой-то момент было прочувствовано, что нужно это хорошее создать на уровне досуга. Вообще, в принципе, чтобы было куда выходить. А сейчас уже начинается, ну, назовем это таким словом специфическим, сегментация. Сейчас начинается выборка по аудиториям. Потому что, как ни крути, сначала сказали всем приходите. Пришли самые активные. А теперь вопрос в том, чтобы привести тех, с кем мы хотели бы общаться, но они просто не имеют этого в своем, в традиции, да, выходить. Потому что долгое время все сидели по домам, по кухням. То война, то путь, то еще что-то, то перестройка, то инфляция. И в результате скукоживаешься, скукоживаешься. И так или иначе... И замыкаешься в своей колодочке. Замыкаешься, перестаешь доверять. И единственное, что остается ценным, это то, что вот рядышком, да, вот на моей лестничной клетке. И это все сложные темы, которые, к сожалению, не меняются быстро. Мы не испытываем иллюзии. И у нас нет ощущения, что мы это все сделаем достаточно быстро и в момент. Мы готовы к длинному пути. Но начать это необходимо, и я думаю, что это очень важно. Ну вот все-таки правильно ли я понимаю, что формируя в обществе вот эту необходимость выходить, встречаться. И встречаться не друг с другом по возрастам, а встречаться поколениями, проводить время вместе. Создавать этим людям возможности в парках для того, чтобы они вместе участвовали в каких-то действиях. Ну, для того, чтобы даже покормить уток, нужно какие-то прудики этих уток там держать в этих парках, чтобы вовлекать в этот процесс людей. Тем не менее, как вам кажется, как долго вот это должно в нашем сознании провариться, чтобы следующее поколение, наше поколение, ведь каждые 10 лет это уже поколение. Уже сегодня, да, каждые 10 лет. И вот что нужно для того, чтобы каждое это поколение поняло, что нужно, ну, не только с детьми, не только самим собой, но еще и с родителями проводить какие-то, как вы говорите, активности, для того, чтобы не терять то, из чего мы произрастаем, чтобы не терять тех, из кого мы произрастаем, чтобы поддерживать эту очень важную взаимосвязь и помнить, и говорить с ними, и давать им возможность передавать свой опыт, а детям принимать этот опыт. Ну, если говорить про скорость, я думаю, что она будет такой же стремительной. И пару лет, и мы точно так же уже не заметим, что была полная пустота. Мне, по крайней мере, так кажется. Мы будем надеяться. На примере того же парка Горького со своими аттракционами заметно, что возникший запрос очень быстро создает традицию. Я думаю, что вопрос еще в том, насколько будет на это реагировать государство, что оно будет создавать для этого. Потому что на одних инициаторах, таких как мы, на людях, которые заинтересованы лично в таких проектах, это будет двигаться не быстро. Не так быстро, как если бы это было при поддержке того же государства, потому что парки, конечно же, вливаются в большие бюджеты для того, чтобы они выглядели так, как они выглядят. Я думаю, что тема со старшим поколением, взаимоотношением с ним, она точно так же требует особого внимания и требует трепетного взаимодействия на всех уровнях. Я очень надеюсь, что здесь мы будем в свое время поддержаны и государством, и теми людьми, которые точно так же заинтересованы в развитии. И, по крайней мере, все те, кто уже этим вопросом более или менее занимается, да, вот возраст счастья, парк Горького точно так же, вы, мелодия, ну и сколько есть, это уже много, учитывая, что поле, в принципе, непаханное. Гугл, мелодия, все они уже вместе с нами. И это уже те, кто заинтересован в этом лично. Итак, изменить жизнь можно. Изменить жизнь можно в любое время и в любом возрасте. Нужно просто найти свой источник вдохновения и сделать шаг навстречу друг другу. Вот, пожалуй, такой девиз фестиваля «Бабье лето», который пройдет завтра в Нескочном саду Москвы, и в то же время общий посыл для самосовершенствования каждого, каждого, кто придет завтра, кто услышал нашу программу, кто когда-нибудь вдруг сам дойдет до этой мысли, независимо ни от кого. И тот посыл, который мы с моим гостем сегодня, креативным продюсером «Москреатив-клаб» Игорем Намаконовым, попытались рассмотреть с разных сторон в программе «Жажда жизни» на Финам.ФМ Приходите с родителями, все, что я могу вам сказать. Спасибо вам за откровенный разговор, Игорь. До встречи завтра в Нескучном саду. До завтра.